Всем привет, с вами Танкист. Сегодня хочу представить вашему вниманию дуэль на самолете Ла-5 с комментариями моих действий на сервере Берлога. Итак, бой начался. Сегодня я буду сбиться с другим противником. Подбираются они, соответственно, рандомно. В общем, в чате пишется предложение подуэлить. Один из игроков согласился, выбрали самолет Ла-5 и, соответственно, определились с респаумом и начали бюэль. Итак, первое схождение. Я ухожу в левый вираж. Противник идет на энергию. Здесь, конечно, стоило бы мне немного выровнять в плане своего разворота и последовать его же траектории. Но почему-то я решил играть на угол, понимая, что противник уже хорошо от меня оторвался по высоте. До него я уже никак не дотянусь. Приопускаю свой нос, чтобы немного набрать скорости. И стою с ним, за ним, так скажем, в левом вираже. Набрав немного скорости, опустил нос вниз, приходит мысль, почему бы не пострелять. Тем более замечаю, что противник опять начинает вытягивать вверх, набирая высоту, тем самым теряя скорость, превращаясь в более-менее легкую цель. Беру упреждение. Стрельба. Как мы можем дальше наблюдать? Стрельба достаточно удачная. Пускай повреждения были незначительные, но чисто даже из психологических соображений противника, противник, который получил повреждения на таком расстоянии, уже начинает немного... Ну, выбивает от искри, по крайней мере, меня, это точно. Здесь была попытка прострела, но не хватило эффективности рулей, чтобы подтянуть на траекторию полета противника. Здесь я пытаюсь дотянуться. Противник, как будто бы, чувствует, уходит с траектории моего полета. Мне не хватает энергии, нос опускается, он это замечает, пытается меня прострелить. И вот здесь сказочно, конечно, повезло. Такое ощущение, что проскочил между снарядами. Не то, что даже между очередями, а между снарядами. Ну, и здесь, соответственно, энергия наша более или менее выровнялась. За счет моей меньшей энергии мне приходится стоять во внутреннем круге с меньшим радиусом. В данных вот таких полукосых, полуразмазанных бочек, полукосых петель. Потихоньку, потихоньку отыгрываю себе уголок. Здесь хорошая попытка пострелять. Ну, вот даже, я не знаю, попал, не попал, не уверен. Ну, так как начала колбасить, думаю, может быть, какие-то повреждения я наносил. Ну, и здесь, соответственно, уже нужно только убивать, соответственно. И вот погиб, бой завершен. Пишу своему сопернику, что стартуем мы автоматом. То есть, вышли из боя, появились брифинги, появилась кнопка начать, нажимаем и поехали. То есть, не надо каждый раз списываться. Кстати, в нижней части экрана вы можете наблюдать все манипуляции моих органов управления, кроме, конечно, ручек управления газом. В серии крестик это ручка управления самолетом, поданкажу по крену. А внизу такая палочка, так скажем, в ось, и я в ось поворота. Это мои педали. Итак, мы сошлись. Практически завершая тот же маневр, только более крутой. В попытке довернуть на противника, потому что, понимаешь, пойдет на энергию. Противник идет на энергию. Пытаюсь пострелять. Ну, судя по всему, не очень удачно это у меня получается. Так как я работал на угол, у меня энергия. То есть, моя скорость уже потеряна. Ничего не остается. Только ждать, пока противник тоже потеряет скорость и начнет под... Здесь попытался я уйти под него, но за счет того, что у меня нет... Не было практически скорости, получаю повреждения. Что-то у меня отвалилось, что пока не могу даже сказать. И опять возвращаемся к этим же танцам. Да, такие полуразмазанные бочки, полукосые петли. Вот здесь немного лагануло. То ли меня, то ли моего соперника. Но, тем не менее, повреждения нанесены, повреждения двигателя. Лавка, ну, по моим, по крайней мере, наблюдениям, не очень долго живет с поврежденным двигателем. Поэтому я уже никуда, ни зачем не тяну. Потому что не знаю, что у меня там отвалилось. Мало ли, может быть, при институтных нагрузках у меня отвалится крыло. Просто стою в задней полусфере. Соответственно, двигатель у противника остановился. И наш бой завершен. Кнопка зелененькая загорелась. Начинаем следующий бой. В скором будущем планирую показать вам еще дуэли на ЛАГ-3. Есть запись, но пока еще не обрабатывал. И на Як-69 серии. Сражался с достаточно опытным и сильным противником. Было очень интересно для меня, для моего, как говорится, личного опыта. Итак, мы сходимся. Понимая, что противник предыдущей две двери работал только на энергию, решаю остаться чуть выше и также уйти на энергию. Возможно, здесь немного неправильно я поступил. Именно вот в этом моменте, когда передержал я крен. Левый крен. Надо было чуть раньше выравниваться. Хотя, не факт. Вроде бы все получилось. Вроде бы я выше. Закрылочки уже идут в бой. В смысле, на выпуск. Нахожусь над противником. Пытаюсь до него довернуть. Но, пока я это пытался сделать, он уже поднабрал скорости и поднял нос вверх. Попытавшись построить контратаку. Но, в связи с тем, что на контратаку потрустоил практически всю энергию, мы видели, что его немного колбаснуло вверху. То есть, скорость была совсем маленькой. Чего допускать нежелательно. И мы возвращаемся опять к тем же самым размазанным бочкам, ножницам и полукосым петлям. Здесь я оказываюсь немного ниже. Противник отыграл скорость. Очень эффективно работает с энергией. Очень эффективно. У меня так никогда не получается. Никогда не получалось. То есть, вот он вроде бы был ниже. Один виток. И он уже наверху. Здесь пытаюсь по нему пострелять. Ну, понимая, что... Вернее, понимая то, что я стреляю, противник уворачивается. И поэтому здесь скорее стрельба была уже на удачу. Но то, что я остаюсь в задней полусфере, это уже плюс. Это уже преимущество. Потому что, как говорится, когда у тебя сидят на шести, у тебя уже ощущения твои уже немного другие. Не стараюсь сильно близко сблизиться с противником. Потому что чем мы ближе друг к другу, тем наши угловые скорости относительно друг друга больше. Тем сложнее среагировать на маневр противника. Прицелиться сложнее. То есть, взять точку туда, куда он летит. Вот здесь попытался уйти от атаки. Вроде бы получилось. Преимущество свое сохраняю. Находясь сзади. Скорость у энергии у нас практически одинаковая. Повторюсь еще раз. Работаю интенсивно оборотами для того, чтобы не сильно приближаться к противнику. Чтобы работать так вот метров со ста. И здесь, в связи с тем, что противник пытается меня пропустить, получается атаковать только на таких вот проходах, прострелах. То есть, короткими очередями, попытавшись загнать противника в прицел. Ну, здесь остается, наверное, только уже наблюдать, что из этого всего получится. Вроде бы уже все завершено. А нет, противник опытный. Он знает, что лавочку нельзя перетягивать. Выходит из опасного положения. Но, в связи с тем, что когда попадаешь в такую ситуацию, что тебе нужно вытягивать от земли, ты сосредоточен только на пилотировании. Тебе уже некогда смотреть, куда противник летит, как он на тебя строится и так далее. Ну и, соответственно, оборонительный маневр, получается, после таких выходов не всегда очень эффективен. Поэтому мне удалось его поразить. Завершили бой. Следующий бой. Начинаем. Если помните, то я как-то себе поставил такую цель, чтобы научиться разным типам схождения. И вот, понимая, что данный противник очень хорошо работает на энергию, пытаюсь построить свой бой так, чтобы эту энергию у него отыграть. То есть, остаюсь немного выше, ухожу на энергию вверх, стараясь ходить такими прямолинейными участками без лишних доворотов, чтобы не терять свою скорость на выполнение этих доворотов. Опять мы видим, что я вроде как остался выше. Я наверху, он подо мной, но сделать пока ничего не могу. То есть, не хватает опыта. Я помню прошлую дуэль, когда я из такого положения перевернулся вниз и проиграл позицию. Я остаюсь выше, вернее, остаюсь в горизонте. То есть, самолет не повел на противника. И вот в этом моменте соблазн пострелять, конечно, сделал свое дело. Допустил, так скажем, ошибку, потерял, отдал все свои преимущества, которые у него было противнику. Посмотрим на него еще раз. То есть, здесь мы видим, как вместо того, чтобы мне продолжить остаться, то есть, переложиться влево и продолжить остаться в таких вертикальных нотницах, я иду вниз, противник остается выше, и по инерции его нос смотрит на меня, наши оси пересеклись, я получаю люлюки баб себе похвастнуть. Приходится теперь пытаться исправлять свою ошибку, пытаюсь вернуть себе свое преимущество. Все те же ножницы, все так же крутимся. Но здесь больше стараюсь не попасть больше в прицел, нежели атаковать самому. Энергии маловато. Но вот в этом моменте, если вы обратите внимание, у противника нос более сильно был направлен вниз, поэтому я остался в горизонте, и тем самым давал возможность уйти под меня, и тем самым заработать 6. Получилось пострелять. Руль направления отсечен. Но после того, как самолет теряет руль направления, он практически не управляет. Бой сделан, бой завершен. Выходим из боя, ждем начала следующего. Мне очень понравился бой. Салютую противнику с благодарностью за такое, маневры и сопротивление, так скажем, да. И начинаем следующий. После появления пытаюсь найти противника, пытаюсь увидеть, куда он летит. Я имею в виду, набирает ли он излишнюю скорость, уходит сразу вверх, остается в горизонте и так далее. Но вижу, что он совершает те же самые маневры, что и я. И поэтому предполагаю, что он тоже пойдет на энергию, как и я. В принципе, мы делаем практически одно и то же. Я пытаюсь, вернее, отзеркалить его действия, чтобы не проиграть энергию, потому что хочу научиться на нее работать. А учиться, как говорится, нужно с тем противником, который те или иные элементы делает лучше, чем ты. В данном случае, данный верпил, да, очень эффективно, по моему мнению и по моему уровню, работает на энергию. Здесь попытался довернуть, не получилось. Тем самым, дав возможность противнику уйти наверх, набрать дополнительную энергию, попытался пострелять, но ничего из этого хорошего не вышло. Только дополнительно потерял скорость. А противник, тем же временем, постепенно, постепенно уходит с каждым витком все выше и выше. Вот здесь я думал, что он сейчас перевернется и пойдет на меня, поэтому максимум выпускаю закрылки, нос вверх, чтобы ему противодействовать. Но, увидев это, он плавненько обходит меня, как говорится, петлей и спокойненько отыгрывает, постепенно увеличивая разрыв в наших энергиях. Вот здесь, мне кажется, все-таки посетил его тот же самый соблазн, что и меня в прошлой дуэли. Он попытался на меня опустить нос и пострелять. Тем самым, так же, как и я в прошлой дуэли, отдал часть своего преимущества. Я нахожусь сзади. Высоты у нас практически одинаковые, скорости у нас практически одинаковые. Плюс-минус. Поэтому, ну, так как я нахожусь сзади, считаю, что преимущество находится у меня. Начинаем. Нашу любимую размазанную бочку. Косые полупетли. Или полукосые петли и так далее. Да, для островки пострелял. Мне это удалось. Получилось, пытаясь, попытавшись уйти, перетянул ручку его под колбасную. На проходе получается немного задеть его хвостовую часть. Вот, обратите внимание, как грамотно он уходит под меня. Как он в ножницах не остается в одной плоскости, а проходит либо ниже, либо выше. То есть, тем самым, усложняя мне задачу по прицельной стрельбе. Спускаемся вниз. Дальше уже петлить и размазанной бочки строить нет возможности. Встаем в плавный вираж. Здесь вроде бы все на моей стороне. Я сзади, я немного выше. При том, при всем, что скорости у нас горизонтально одинаковые, но так как у меня больше высоты, у меня больше возможностей. Но парочкой йо-йо, парочкой маневров противник делает так, что я, ну, как сказать, не имею возможности за ним довернуть, а он, выровнявшись и уйдя на противоположный вираж, переходит в лобовые. То есть, имея у себя 6 и переведя бой в лобовые, это уже огромный, плюс огромное преимущество. Первая лобовая для обоих прошла неудачно. Пострелял я, но не попал. В этой я уже не иду в лобовую, понимая, что он уже целится. Ухожу чуть выше. На этот раз повезло мне, не попал он. Да, и вот здесь вот, надеясь уйти под него, обмануть, но получаю раз. Управляемость уже не та, пытаюсь до него довернуть. Неудачно. Получаю два. И прощай крыло. То есть, здесь огромный респект сопернику. Имея плотное 6, смог ее сбросить, перевести сначала в лобовую, а потом еще и уничтожить своего противника. Начинаем следующий бой. Все по стандартному. Еще противника оцепляются не взглядом, чтобы не пропустить какие-то не ординарные, так скажем, неожиданные маневры. Вижу, что мы опять сходимся почти на одной высоте. Планирую также идти на энергию. Будем учиться, будем оттачивать и практиковаться. Совершаю маневр в левую сторону, но, как мне кажется, крутовато задрав самолет вверх, тем самым потеряв излишнюю скорость, ну, лишнюю, так скажем, скорость, которую можно было не терять, оказавшись в той же точке. Противник должен не тратиться на довороты, идет вверх, здесь я вижу, что у меня немного больше скорости, потому что противник уже начинает выравниваться, пытаясь сохранить оставшуюся. Здесь планирую пострелять, дернул, потерял, опять же, неудачно, наверное, зря, потому что нужно было лучше сохранять свое преимущество по высоте и скорости. Немного получается на проходе зацепить, на простреле на проходе своего противника, но, судя по всему, повреждение, если оно есть настолько мизерное, что никакого для меня плюса это не сыграло. Здесь пытаюсь уйти, попытался уйти раз в ответочку, пострелять, не понимаю, если честно, почему не прошла сейчас урон, так скажем, но, судя по всему, был какой-то рассинхрон. В данном случае пытался уйти под него удачно, здесь опять между снарядами не даю пересекаться по плоскостям, проходим параллельно, ухожу чуть выше, видя, что он идет вниз и, попытавшись уйти еще раз, как мне показалось, мы столкнулись, меня никому не записало, я пока не понимаю, что происходит, но, судя по звуку уходящего, улетающего самолета, противник остался в небе. Ну, будем считать, что ничья, поехали дальше. Бой начался, снимаясь от горизонта, путем наклонения орган управления более чем на 50% в одну из сторон, опускаю оно снизу и начинаем схождение, наблюдая за действиями противника, вижу, что противник идет много выше, я опускаюсь еще ниже, чтобы набрать по большей скорости в надежде до него довернуть. Противник, казалось бы, отдает мне свою 6, поворачивая в ту сторону, что и я, но не тут-то было. Схождение раз, перехожу в вертикале нужности в надежде, что у меня больше скорости схождения два, противник даже удается по мне пострелять и вот здесь попытавшись перевернуться на него и закрепиться на 6, то получается пока не очень удачно, хотя у противника также катастрофически мало скорости и он тоже свалился. Офигительно уходит под меня, под капот, я даже не успел сообразить, дублирует свой маневр тот же самый, опять уходя из линии моего прицеливания, но земля уже близко, особо так не погодишь. Вот в этом моменте он делает левый крен, ручку дает от себя, чтобы меня смутить, но я понимаю, что так долго лететь невозможно и рано или поздно он возьмет ручку на себя, остаюсь на той же линии, так скажем, и просто жду, пока он залетит ко мне в прицел. Пострелял, повреждения нанес и сразу же наверх, чтобы не дать ему закрепиться у себя на 6. Скорость сохраняю, а я имею ввиду, не даю ей упасть до 0, переворачиваюсь на него, увидев, что он начинает опускать нос, сбросил, опять же, скорость, чтобы, вернее, обороты наддув, чтобы сильно не разогнаться, в надежде его поразить окончательно, ну, здесь я думал уже все, что он сейчас подкнется в землю, а нет, еще раз говорю, противник достаточно опытен, чтобы этого не совершать, и он продолжает сопротивляться. Вертикальные ножницы, стараюсь находиться, не попадать в плоскость его, на линию его визирования, да, в его прицел, оставаясь чуть ниже или выше, и удается плотненько на нем закрепиться. Смотрим, что происходит дальше. Беру упреждение, огонь неудачный, противник сопротивляется, продолжает, пытается сбросить меня с шести, вот здесь опять же в надежде, что все уже закончено, нет, не получается, но так как у противника уже нет половинки руля высоты, он становится менее маневренный по вертикальной пускости, так скажем, и мне все-таки удается до него довернуть и его поразить. Заканчиваем этот бой, приступаем к следующему. Начинаем. Начинаем следующий бой. В этом бою, в этом, вернее, в этой дуэри я попытаюсь даже практически не иду вниз, то есть интенсивность моего снижения достаточно низкая, буду пробовать уходить на энергию. Видя это, то есть вот мы сошлись, противник много ниже, уже начинает на меня дотягивать, я иду вверх, и автоматически он выходит, противник ко мне наше, я ищу где-то снизу, а он уже вот он и сзади, он уже по мне даже стреляет, но мне везет и удается мне увернуться. Я пытаюсь висеть, закрылки уже полностью выпущены, но если бы мне удалось повисеть хотя бы еще 2-3 секунды, вот этот маневр, который я совершаю сейчас, он, возможно, был бы более удачным. А так, я вынужден из-за нехватка скорости провалиться немного ниже противника и тем самым не имею возможности по нему пострелять. Противник же остается в горизонте, потом уже задирает нос вверх и остается в таких вертикальных, так скажем, ножницах. Вот здесь, конечно, он допустил ошибку, это по моему мнению, он передержал самолет носом вверх, потерял практически всю скорость и не смог перевалить самолет в нужном для него направлении, тем самым также отдав свое преимущество, как я буквально 30 секунд назад отдал свое. Я вытягиваю за ним и произведя удачную стрельбу поражаю противника. Начинаем следующий бой. В этом бою я попробую уйти на доворот изобразить нечто подобное, как изобразил мой соперник в предыдущем бою. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Нашел наконец противника, вижу, что он идет вверх, я ухожу резко вниз, чтобы набрать избыточную скорость и использовать ее для доворота. Выполняю доворот, вернее, вираж в ту же сторону, что и противник, пытаясь выйти на него, но это мне не удается. Теряю в этом маневре, он очень сильно съедает всю скорость. Вижу, что скорость у меня уже меньше 200, это уже критично, мне не остается ничего, кроме того, как оставаться в горизонте. Как бы стою в том же самом вираже, что он, на первом этаже, он на втором, по высоте я имею ввиду, и ничего не могу сделать. То есть, потяни я вверх, я свалюсь, не идти в горизонт, в вираже, прилечу вперед, здесь он уходит выше, набрав немного скорости. С одной стороны, я допускаю тотальную критическую ошибку, попытавшись его прострелить, но в то же время я понимал, что если я продолжу идти в горизонте, попытавшись набрать скорость, то я пролечу вперед него, тем самым также заработаю себе 6. Но в результате классик получился классический развод на энергию, классический бом-зум и заслуженная победа моего соперника. Начинаем следующий бой. Ждем схождения с противником. Я опустил нос, ручку вернул в нейтральное практически положение, педалями убрал скольжение, чтобы не терять скорость, вернее набрать как можно больше скорости и ожидаю нашего первого схождения. на первом схождении я оказываюсь выше, буду работать на энергию. Совершаю левый боевой разворот. Заблаговременно позволив первому выйти на высоту противнику, да, он подворачивает на меня, я ухожу выше. Приопускаю ручку, вы можете это увидеть по нашему кресту, нижней части экрана, чтобы не терять скорость. тем самым ее немного даже сэкономил и ухожу еще выше. Понимаю, что он сейчас будет стрелять, я это знал. Убирал крест, я имею ввиду профиль крыла, встал к нему боком, чтобы было сложнее попасть. И начинаем танцы в наших любимых размазанных бочках и полукосых косых петлях. остаюсь за счет вот опять же тот же момент, что я уже озвучил. Вроде бы я был в выигрыше по высоте, один виток и все. И я уже начинаю по скорости уступать. Как он это делает, я не знаю. Мне еще предстоит с этим это понять, это освоить, но я думаю, когда я это освоил, преимущество, ну вернее, в дуэлице мне будет гораздо легче. Единственное, что я смог сделать, это остаться в задней полусфере и ну вот здесь, конечно, я не очень понял, почему он поступил именно так, отдав мне свою 6 полностью, да, и потянул вверх. Мы видели, как он хаотично и в никуда пострелял, возможно, какие-то были неполадки с джойстиком, который он сейчас уладит и начнем следующую дуэль. Начинаем очередной бой. Наш, как говорится, наше видео уже начинает подходить к концу и в этом бою я все так же пытаюсь осваивать новый для себя способ захождения, то есть не идти к земле, не набирать максимальную скорость и потом как-то строить свой дуэль, а немного оставаться выше и пытаться уходить на энергию. Выполняю левый боевой, противник выполняет то же самое. Ухожу от атаки, даю ручку от себя, чтобы немного приопустить нос, уменьшить угол атаки и тем самым сэкономить скорость. После того, как вижу, что противник выскакивает на мою скорость, даю резко, ну не резко, а интенсивно беру ручку на себя, чтобы идти выше него и все, в принципе, повторяем то же самое, что было в предыдущей дуэли. Если вы обратите внимание, то первые 2-3 витка наши идентичны в прошлой дуэли. Все, один виток по скорости я уже проигрываю, остается только отыгрываться. отыгрались раз, он по нам промазал, как мне показалось, почему показалось, поймете. Дальше, да, отыгрался 2, ножницы не стараюсь, во время выполнения ножниц стараюсь не находиться в одной плоскости, я стараюсь уйти либо выше, в зависимости от того, куда смотрит твой нос, либо под от него, как вот сейчас в этом огне наблюдать. Сейчас я вижу, что нос его ниже, я ухожу выше. Сейчас я вижу, что нос его вниз, я опять ухожу выше, не давая по себе пострелять. Я вижу, что он ниже меня, выше ухожу. То есть, этот момент нужно прочувствовать. Вот здесь я не понимаю, что произошло, но у меня отвалился хвост. либо повреждение я получил до этого в одном из наших проходов, да, в одном из наших схожде. Либо какой-то синхрон, и я просто не услышал, как по мне прошел урон. Ну, я думаю, что победа соперника заслужена. Итак, следующий бой на сегодня это крайний бой на лавочке с этим верпилом. Начинаем свое первое схождение. Я пытаюсь его найти, обнаружить, вернее, зацепиться за него взглядом, чтобы понимать, как строить наше схождение и дальнейшее развитие, да. Ухожу чуть его правее, сделаю уже, начинаю уже левый разворот немного, да, тем самым чуть-чуть отыгрываю угол, и, как мне кажется, отыгрываю угол, и дальше начинаем все по накатанной, так скажем, да. У меня траектория более пологая, я надеюсь, что я в этот момент выигрываю энергию, потому что можете, как мне кажется, вот прям, как будто он уже все, вот сейчас, сейчас, вот сейчас, сейчас уже свалится, вот это все, а он держит и держит, держит и держит нос вверх. То есть, если это был як, ну, многие можете знать, как я его не люблю за его вертолетность, да, лавка не тот самолет, чтобы так себя вести, ну, по сравнению с яком, да, и я еще раз восхищаюсь той чувствой энергии, да, этого аса, да, который, по сравнению со мной, он великолепно чувствует энергию, великолепно на нее работает, и ею пользуется. Вот в этих ножницах можете наблюдать то же, что я вам объяснял в прошлом видео, в прошлой дуэли, да, то есть, вижу нос вверх, ухожу ниже, нос вниз, ухожу выше, имею возможность ухожу под капот, вот здесь, вроде как, все уже отыграл, вроде как, уже вот решающий прострел, но нет, я промахнулся, и хотя я остаюсь ниже, но ситуация у меня не очень выигрышная, прохожу над ним раз в ножницах, попытался пострелять, соответственно, сваливаю свой самолет из-за этой попытки, вот не надо никогда жадничать и пытаться лишний раз пострелять, лучше четче выйти в убойное положение и оттуда уже произвести, как говорится, решающий маневр, решающую стрельбу, здесь противник парочкой маневр выходит мне уже на 6 раз обошел над ним, второй раз попытался пройти опять же над ним, но вот здесь совершил ошибку из своих же комментариев, вижу, что нос его расположил выше, ну то есть смотрит вверх, а я пытаюсь при этом пройти выше, ну и это была, наверное, одна из очередных роковых таких ошибок, которые привели к результату, который вы можете наблюдать сейчас на своих экранах, я уже думаю, как так проиграл две дуэли подряд, надо сейчас отыгрываться, надо что-то придумывать, но здесь мы решаем уже немного отдохнуть, мне мы напарник по дуэлям предлагает немного перекурить в комментариях, я в принципе соглашаюсь, уже вся спина мокрая, напряжение огромнейшее было в этих дуэлях, огромное спасибо хочу сказать своему напарнику, который согласился со мной подуэлить, было очень интересно, ну и по традиции хочу поблагодарить всех, кто смотрел, кто до конца досмотрел это видео, если данный формат вам интересен прошу отразить это либо в лайках, либо в дизлайках, если он не интересен, в комментариях, если это не сложно, что этим я хочу сказать, то есть у меня есть там несколько записей, я буду также дуэлиться с ребятами, как говорится, продолжать дуэлиться, и если у меня будут накоплены дуэли, записи дуэли без комментариев, они будут выходить гораздо чаще, нежели я буду тратить время потом на их озвучку, на их комментарии, там разбирать их и так далее, потому что сразу разобрать времени не хватает, приходится через неделю, через две, а что ты пытался сделать, или что ты делал две недели назад, сообразить уже сложно, поэтому скажите, если нужно просто дуэли, я могу выкладывать просто без всяких каких-либо комментариев, если кому-то они помогают или интересны, ну в принципе я буду находить ну и как обычно всем спасибо, всем пока